В преддверии автосалона во Франкфурте Nissan рассекретил второе поколение кроссовера Juke. Дизайн узнаваем, но всё новое, включая и светодиодную технику в базовой комплектации. Модель переехала на модульную платформу CMFB с передним Макферсоном и полузависимой задней подвеской. Расширенное использование высокопрочных сталей позволило сэкономить 23 килограмма массы, но по всем габаритным параметрам Juke вырос. Создатели сообщают, что пространство в салоне радикально увеличено. Например, расстояние между спинками сидений удлинилось на 58 миллиметров, а над головами пассажиров добавлено 11 миллиметров. Подголовники интегрированы в передние кресла. В отделке обещаны мягкий пластик, кожа и алькантара. Багажник стал вместительнее на 68 литров. Впервые в своей истории Juke получил квази-автопилот в виде адаптивного круиз-контроля с удержанием в центре полосы. Автоторможение распознает пешеходов, велосипеды и дорожные знаки. А медиа-система Nissan Connect с 8-дюймовым тачскрином поддерживает протоколы Apple CarPlay, Android Auto и Google Assistant. Двигатель пока один, однолитровый турбомотор, но не единственный. После официальной премьеры во Франкфурте мы узнаем у других вариантов. А пока у Nissan есть только передний привод, шестиступенчатая механика или семидиапазонный робот с двумя сцеплениями. У ездовой электроники есть три режима движения. Как и прежде, выпускать кроссовер будет завод Nissan в английском Сандерленде. В Европе продажи начнутся в ноябре, а в России новинку можно не ждать. Для нас Nissan адаптирует индийскую версию бюджетного паркетника Kicks. Продолжение следует...